Как в Древней Руси выглядели туалеты? Здравствуйте! Вы на канале Миклуха Макфлай, и сегодня обсудим такую достаточно интересную тему. Как выглядели туалеты где-нибудь в Древнем Риме или в Средневековой Европе, мы все прекрасно знаем и видели в интернете на картинках. Но как выглядели туалеты в Древней Руси? В общем, сегодня обязательно об этом поговорим. Если кто не знает, по образованию я историк-археолог, и когда-то давным-давно мне удалось поучаствовать в раскопках в Великом Новгороде, Международной Новгородской археологической экспедиции. Я даже был заместителем начальника раскопа. И на моем участке как раз-таки был обнаружен Древний Русский туалет примерно XII-XIII века. Соответственно, сегодня расскажу о том, как он выглядел. Можно сразу сказать, что найти туалет для археолога — это великое дело. Во-первых, можно изучить вопрос гигиены наших предков. Ну а во-вторых, туалет — это такое место, куда падают целые вещи, и где их можно целиком найти. Зачастую именно в туалетах совершаются самые классные открытия. Для примера приведу вам. Вот, например, часто вы на улицах находили какой-нибудь iPhone последней модели. Я думаю, что не очень часто. Ну а в туалете, в принципе, реально найти. В прошлом году я был на одном фестивале. Там было очень много туалетов, несколько тысяч гостей. И за время фестиваля, за три дня фестиваля, в туалетах утопили пять новых iPhone'ов. То есть на улицах их не найти, а там вот целиком пять лежат. Они еще даже работали. Самое интересное, да, когда закончился фестиваль, эти бедные девушки, которые уронили туда свои новые iPhone'ы, они до них дозванивались, там где-то в жиже iPhone'ы работали. Вот удивятся, да, археологи будущего, когда начнут это дело копать, и обнаружат в одном месте пять iPhone'ов. Собственно, это в наше время. А в то время было примерно то же самое. Тем более, что зачастую карманов на одежде не было, и какой-нибудь нож или расческу можно было засунуть себе за пояс. Идешь ты в туалет, снимаешь, забыл о том, что у тебя там нож или расческа, и все это дело прекрасно на кип туалет. Ну и кому хочется долезть доставать, да, никому не хочется. В общем, это дело там так и оставалось. О том, что представляет из себя туалет в древнерусском городе, чуть позже обязательно расскажу. Сейчас сначала давайте в целом экскурс, потому что тема тоже интересная, и нужно об этом тоже несколько слов сказать. Есть такое предубеждение, что вот, мол, немытая Европа, они выливали все нечистоты на улицы. Вот у нас, на Руси, да, все ходили чистые, красивые. Вот были туалеты, вот я сейчас вам про это как раз рассказываю, а у них там ничего такого не было. На самом деле нет. На самом деле примерно одинаково все это происходило и в Европе, и на Руси. Да, и примерно на одном и том же уровне это все находилось. Да, в Европе были специальные законы, но это уже ближе к новому времени, на самом деле. Специальные законы, которые запрещали выливать нечистоты из окна на улицу. То есть вот эти ночные горшки выливать на улицу. Но это не значит, что все так делали. Да, обычно люди хватаются за эту информацию, такой вот, мол, смотрите, у них были законы, по которым нельзя выливать нечистоты. Это значит, что все друг на друг выливали, и поэтому приняли такие законы. Да нет, друзья, тут ломается логика. Понимаете, люди приняли такие законы, потому что не хотели, чтобы это происходило. Но это не значит, что это происходило очень и очень регулярно. Ну, для примера, друзья, вот вы попробуете прямо сейчас начать выбрасывать мусор из окна. Вот прямо мусорными пакетами выбрасывать. Как скоро к вам придет полиция? По-любому придет. Ваши соседи нажалуют, скажут, что это за человек там живет. К вам придет полиция, и найдется обязательно статья, по которой вас привлекут. Это же не значит, что все выбрасывают мусор на улицу, да, из окна. Но у нас такая статья есть. То есть древние... Или, например, да, я вот вспоминаю свои студенческие, опять же, годы, раз сегодня такой вечер, когда я вспоминаю, что было раньше. В студенческие годы ты в парке с друзьями отмечаешь какое-нибудь окончание сессии, рядом туалет, естественно, нет, пошел в кусты, а тут работники, собственно, правоохранительных органов. И тебя привлекают. Кого они привлекали за то, что ты, ну вот, этим занимаешься. Соответственно, у нас есть такая статья о мелких хулиганствах. Но это не значит, что мы все входим в туалет на улицу. Но статья у нас есть. То есть одно из другого не следует. Да, если в законе написано, что нельзя убивать, это не значит, что мы все убиваем друг друга. Это значит, что мы не хотим, чтобы убивали. Вот, соответственно, если мы берем средневековую Европу, и наличие таких законов, оно просто вот дополнительно оберегало жителей города от всяких странных людей, и была возможность их привлекать. Что касается Европы и содержимого ночных горшков, то это была большая ценность, и вообще-то это был большой ресурс. Что касается твердых фракций, да, то были специальные золотари, которые очищали эти самые ночные горшки, которые очищали выгребные ямы, и дали свою продукцию, они продавали фермерам, то есть они на этом зарабатывали деньги. Специальные люди были, в пересчете, я сейчас находил в интернете статью, в пересчете на наши деньги примерно 7 тысяч рублей получали они за тонну, собственно, экскрементов, которые собрали. Поэтому каждую ночь они выходили на работу и работали. Это что касается твердых. А что касается жидких отходов, скажем так, их еще больше собирали, и была специальная, опять же, профессия сборщик мочи, который ходил, опустошал ночные горшки, потому что мочевина была очень нужна для существования средневекового города. Во-первых, кожевинная промышленность, обработка кожи. Во-вторых, выбеливание одежды, то есть белая одежда до определенного времени могла производиться только при помощи аммиака, при помощи вот мочевины. И самое главное, это порох, друзья, да, начиная там с 14 века, производство пороха было завязано на аммиаке. Это обязательно условие наличия аммиака. И, соответственно, это вообще, вот, выливание мочи, так сказать, на улицу, это вопрос обороноспособности твоего города. То есть, если не придет сборщик мочи, не соберет твою мочу, а потом, там, на пороховом предприятии, там, ремесленник не переведет ее в порох, то вашему городу нечем будет обороняться, и вас могут захватить враги. То есть, люди тогда, ну, тоже не дураки были и, в принципе, понимали это прекрасно. Это что касается Средневековья, это что касается Европы, да, у них там было вот так. То есть, не совсем они прям погрязли в экскрементах и в отходах. Да, это было, это было на определенном этапе, но это ближе к новому времени. То есть, если мы берем Средневековый город, он был примерно в таком же состоянии, как и город Древней Руси. Но когда началось новое время, когда началась промышленная революция, когда из деревень люди хлынули в города, тогда, да, тогда там было действительно много ничтот, и это действительно были грязные города, но это уже ближе к нам гораздо, чем, собственно, к Средневековью. Это уже какой-нибудь там 17-й, 16-й, 18-й век. Это не Средневековье, это как раз новое время и промышленная революция. Вернемся все-таки во времена Древней Руси и поговорим, какие туалеты все-таки были у нас. Тут важно разделять городское общество и сельское общество. Что касается сельских жителей, то здесь археологи туалетов практически не находят. Ну, то есть, их нет. Этому две причины. Во-первых, не такая большая площадь раскопок, да, то есть найти прям Средневековую деревню, целиком ее выкопать, ну, это случается достаточно редко, в основном копают, конечно, города. То есть, в принципе, не находят. А во-вторых, с большой вероятностью я общался с археологами, могу в ссылке привести интервью с археологом, который говорит, что вплоть до 19-го века в сельской местности на Руси была, так сказать, открытая дефекация. Это когда туалет, это какой-нибудь кусты, яма, ближайший овраг, ну, вот где-то, где-то в поле, то есть специальных туалетов не строили. Не стоит этому удивляться, друзья. Если сейчас посмотреть статистику на планете, то примерно миллиард человек на нашей планете практикуют ту самую открытую дефекацию. То есть, наличие хоть какого-то сортира, это уже цивилизация. Вот как раз до 19-го века в русских деревнях практически не был туалет. То есть, археологи их, с одной стороны, не находят, а с другой стороны, есть этнографические подтверждения тому факту, что, скорее всего, была открыта дефекация. То есть, ну, где-то, где-то по ветру, в кустике. Что касается городов, да, опять же, вернемся к моей истории, к тому, что когда-то я был начальником участка, раскопа в Великом Новгороде, и при мне нашли туалет. Как он выглядел? На самом деле, он выглядел внешне примерно так же, как и сейчас мы себе представляем деревенский туалет. То есть, это какая-то будочка, да, где стульчик и, собственно, яма. Яма формировалась как колодец, то есть, это был сруб, и он уходил на несколько метров в землю. Содержимое ямы, там было очень много интересных находок, при мне нашли ножницы, опять же, гребешок, нож, какие-то еще вещи, уже точно не помню. И все это имело такую слоистую структуру, то есть, видны были слои как раз перегноя, да, это вот отходы жизнедеятельности человека. И дальше был слой либо зола, это зимой, то есть, пересыпали золой для того, чтобы в ней шел запах, либо это мох, да, могли пересыпать тоже мхом. Это как раз в летнее время, когда есть мох, и ты как бы вот, слой наполнен, и ты раз, герметизировал, да, и запах уже от него становится меньше. И вот такими вот слоями вот эта вот вся яма набивалась. У нас был, копали непосредственно лопатах, копали студенты, и вот этой расчисткой туалета занимался студент, который больше всего любил денег, потому что за это просто доплачивали, да. Ему сразу сказали, что этот туалет он не пах, за тысячу лет ничего там, все там было нормально, просто как бы чуть-чуть больше платили, но зато у него были классные находки и достаточно ограниченный этот радиус копания, и плюс за каждую находку тоже была какая-то проблема. То есть, человек просто больше зарабатывал, у него была гораздо интереснее работа, чем у остальных. То есть, это то, что он находил я. Опять же, если мы сейчас обратимся к материалам новгородским, сходим к музею Витаславлицы в деревяшке так называемой, мы увидим, что в 19 веке, в 19-18 веке туалеты на Руси были в домах, да. Вот мы сейчас поговорили о сельских, уличных туалетах, они практиковались в городе, в городских усадьбах. Но с большой вероятностью в Средневековье и в домах были туалеты. Сейчас такие туалеты можно увидеть. Я не так давно там был, снимал маленький ролик. Давайте я его сейчас вот сюда приведу. Здесь зимняя изба, там сеновал, скотный двор. А вот здесь туалет. Вот, и не нужно думать, что туалеты были на улице, где-то в огороде. Вот, пожалуйста, открыл, сделал свои дела. Все, ты под крышей, ты внутри дома. Так что туалеты, ну, во всяком случае, в северных избах были дома. То есть, это второй этаж дома, внизу подклейте, внизу живут животные. На втором этаже есть светлица, где живут люди, коридор, выход, собственно, во двор. Двор тоже крытый, дом северный большой. И где-то там, на втором этаже отгорожен тот самый туалет, и где есть, собственно, место, где присесть. Внизу под этим туалетом нет ямы. Внизу под этим туалетом обычно держали свиней. Там за свиньей все равно каждый день нужно убирать. Это не очень приятно пахнет и у свиней. И поэтому прямо вот туда, к свиньям, все это дело делалось. И когда убираешь у свиней, сразу ты убираешь все содержимое своего туалета и выносишь к себе на усадьбу в огород. Вот, собственно, вот так вот это все и происходило. Немножко раскрыл тему туалетов в Древней Руси. Надеюсь, было не очень сумбурно в целом понятно, да, что туалеты были. Были не везде в сельской местности. Их, скорее всего, не было. Ходили в кусты куда-нибудь. В городах были примерно такие же туалеты, как и сейчас в сельской местности. Были уличные и были в домах. Ну, а что касается средневековой Европы, не все там так страшно было, как люди себе это представляют. Уровень средневековой жизни, что в Европе, что на Руси был примерно одинаковым. О чем свидетельствуют даже вот те же самые эпидемии. Да, вот они в Европе были, да также у нас чума была и все остальное. И также мы в карантинах сидели там уже ближе к новому времени. Поэтому уровень гигиены был примерно одинаковый. Миглух Маклайн, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Кстати, напишите свое мнение о формате. Вот о таком разговорном, когда я сижу, вам что-то рассказываю. Потому что формат новый для канала, вот решил его практиковать, что-то вам рассказывать. Потому что ездить по фестивалям, снимать оружие, как-то перестал это закатывать. Наверное, людям надоело оружие, как мне кажется. В общем, пишите в комментариях, давайте общаться. Подписывайтесь, ставьте лайки. Миглух Маклайн, пока-пока.